Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, детей нет. Два года назад вышла замуж по-настоящему. У нас все быстро произошло. Знакомые до свадьбы мы были всего 4 месяца. Я была самая счастливая за всю свою жизнь, но быстро пошло все не так. Я потеряла вообще себя. Скандалов очень много было, до истерик меня часто давать, даже руки поднимал. Я съезжал от него, но обратно возвращал. Сейчас вроде все поспокойнее, но мне он стал противен. Не хочу, мне интересно общаться с ним. Я не могу будущее с ним представить, но уходить опять боюсь, да и не знаю куда. Вдруг во мне что-то не так. Боюсь ходить, вдруг буду жалеть за свою жизнь. Головой не хочу с ним быть, а вот сердце как будто держит. И жалко его немного, вроде он очень много для меня сделал. Плохо мне очень, не желаю я какая-то, думаю постоянно о чем-то. Помогите. Ну, смотрите. Первое, с чего мы, пожалуй, начнем, это того, что вы пишите, что вам 31 год, да, и предполагается, что очевидно, возраст имеет для вас какое-то значение. И значение, по-видимому, не на последнем месте. Это значение для вас. Вот, то есть, пожалуй, было бы очень неплохо, если бы мы с вами рассмотрели, какое значение для вас имеет возраст. И что он для вас значит, ну вообще, в принципе, что для вас значит возраст. Вот, какое вы придаёте ему значение, этому возрасту и так далее. Это первое. Первое на что. Хотел бы я обратить ваше внимание. Да? Второй момент, это момент, где вы пишете про детей. Что у вас нет детей. Вот. А тут тоже есть, на мой взгляд, интересные моменты, связанные с тем, что какое для вас имеет значение то, что у вас нет детей. Вот. И имеет ли это какое-то значение? Если да, то... Какое? Вот. Понимаете, да? Это очень важный момент. На мой взгляд. На который здесь нужно обратить внимание. Вам. Свою. Дальше. Вы пишете... Два года назад Вышла замуж по-настоящему. А что это значит? Ну, то есть... То есть, буквально, по-настоящему, это как? А можно не по-настоящему выйти замуж? То есть, вот, по-а-а-м... Что вы здесь имеете в виду? А-а-а-ну, предположу... Предположу... Что до этого у вас были неудачные попытки выйти замуж. А-а-а... Попытки, которые не получились. И, соответственно, если таки... Это... Правда. То, конечно, в первую очередь, наверное, нужно посмотреть на то, какие действия ваши приводили к тому, что отношения не складывались с... ну, с мужчинами. то есть, наверняка, вот, какие-то у вас были истории, вот, которыми бы вы могли поделиться, то есть, рассказать нам какие-то... ну, рассказать нам о том, вот, собственно, что у вас происходило и как с мужчинами. В... ну, вот, в вашей жизни. А-а-а... значит, с мужчинами. Да? Вот. Чтобы мы смогли увидеть, какие действия вы совершали, как вы себя вели и так далее. это, на мой взгляд, очень важный момент здесь. Дальше. Значит, вы говорите, у нас все произошло быстро, знакомые с свадьбой были всего... были всего 4 месяца. Ну, есть ощущение, что в данном случае вышли вы замуж, опираясь на некую, некую такую страсть, как будто бы, то есть, это больше, вот, такое ощущение, что это больше про страсть у вас идет, нежели про... нежели чем про... реального человека. А-а-а-вот. То есть, ну, встретились с эмоцией, а... захватили и... все. На этом. Вот. Итак, дальше. Вы пишите, я была самая счастливая за всю свою жизнь. Да? Вот. О чем нам это с вами говорит? Нам это говорит о том, что вы свое счастье ставите в зависимости от либо другого человека, либо брака, либо какого-то статуса социального положения. положения. Конечно, конечно, в данном случае речь идет о том, что вы как-то себя обесцениваете. Вы натурально, я бы сказал, обесцениваете свою значимость. значимость. Я бы сказал, что вы обесцениваете свою ценность как личность. Давайте так скажем, что как личность вы обесцениваете свою ценность. И соответственно здесь, на мой взгляд, кроется проблема. Вот, ну то есть, то что, к примеру, да, то что, к примеру, вы описываете, допустим, дальше, то что, к примеру, вы пишете про то, как складывались ваши отношения, например, с мужчиной, которого вот вы выбрали. Вот это вот все взаимосвязано в данном случае. Но быстро пошло все не так, я потеряла вообще себя. Вечте вы. С чем это связано? А это связано с тем, что в отношениях, так вот, к сожалению, получилось, так, к сожалению, происходит, что в отношениях бросается вызов личным границам человека. И если личные границы человека не крепкие, не устойчивы, то человек начинает, да, начинает себя терять. Это правда. Ну а вы, которые были счастливы от того, что вышли замуж, ну я вот рискну предположить, что в какой-то степени на личность мужчины в данном случае особенного внимания вы не обращали, потому что знали друг друга, всего ничего, ну по времени. Вот. Ну вот. Пожалуйста. Вот. И вы себя теряете. Вот. То есть это процесс, он в данном случае, я бы сказал, такой, достаточно закономерный. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. В том, как это скорректировать. Как это скорректировать, чтобы вам было хорошо. Хорошо. Вы пишете. Скандалов очень много было. До истерик часто меня доводил и даже руки поднимал. Ну понятно, что ничего хорошего от домашнего насилия, да, от проявления насилия. Нет. Нет и быть не может. Это понятно. Это понятно. Конечно. Вот. Но. Вы пишете, что были скандалы. Вот. Простите. А из-за чего скандалы? Ну то есть на какой, на каком основании скандалы были? Ну. Вряд ли все беспочвенно. Наверняка какие-то основы, ну какие-то основания для этого были. Это первое. Второе. Наверняка, наверняка какой-то с вашей стороны склад в это был. То есть, ну совершенно точно мы понимаем, мы понимаем, что вы также принимали участие в сфере. Ну так. Давайте разберем тогда. Давайте разберем, что произошло. Давайте разберем, какой вы вносили вклад в конфликт. Вот. Если хотите, конечно. Другой вопрос, если не хотите. Это вот уже вопрос, понятное дело, совсем другой. Я съезжала, но обратно возвращалась. Пишите вы. А как это? А как это происходит? Ну как это происходило? То есть вот вы от человека уезжаете, и потом сезжаются опять с ним. А что меняется? Что с вами происходило? Вот. Буквально. Какие у вас были перемены? Вот. Они же точно тут, ну они же точно были эти перемены у вас в сознании, ну в сознании как бы. Вот. То есть вот это вот, на мой взгляд, нужно, конечно, поисследовать. Тоже. Ибо это очень важный момент. Сейчас вроде поспокойнее, но мне он стал противен, если вы. Ну, во-первых, что значит поспокойнее? То есть это вы что-то сделали, чтобы было спокойнее? Или это мужчина что-то сделал, чтобы было, ну, спокойнее? Вот. Или как это, само собой случилось? Что вот, ну, что стало спокойнее? Вот. То есть как это? Понимаете, да? Вот. Пока не совсем очевидно. Дальше. Вы пишите, что он мне стал противен. Вот. Ну, в данном случае, конечно же, серьезную роль, на мой взгляд, играет то, что у вас накоплены обиды на человека. Вот. Вот. Серьезную роль играет то, что вы, вот, наверное, так, ну, я бы сказал, полноценно свою злость на человека не выражали. Вот. Вот. Если не считать того факта, что, ну, обвинение, да, и так далее, но обвинение это не является... Ага. Значит. Выражением злости на обвинение является тем, что злость замещает. Вот. А в целом, то, что вам он стал противен, на мой взгляд, ознаменовывает то, что вы защищаете свои личные границы. Потому что до этого вы скалкивались с тем, что они постоянно нарушались. Вот. И в спокойном состоянии, когда все стало поспокойнее, вот, появилась как раз возможность для, в общем-то, выражения проявления, точнее, точнее, вот, проявления более такого спокойного, вот. Ну, в то же время более глубокого чувства, вот. Это именно ощущение, что против. Это отнюдь не означает, что... Человек вам больше не нравится, это отнюдь не означает, что... Ну, что вы не хотите больше, например. А, допустим, ну, с ним взаимодействует-то там и так далее. Нет. Это означает лишь то, что вот есть такая проблематика, как вот. Проблематика именно связанная с нарушением личного пространства. Вот. Кстати, удивительное дело, вы не писали, что любите мужчину. Вот. Удивительное дело. Вы не пишите, что любите его. Даже когда, вот, выходили за него замуж, казалось бы, да? Вот вы не пишите, что любите его. Так. Не хочу, мне интересно, общаться с ним. Ну, тут произошло, скорее всего, обесценивание. То есть вы просто, скорее всего, обесценили человека. Вот. Для чего-то вам это было нужно его обесценить. Вот. Ну, да. Тут вопрос, конечно, в том, для чего. Вот. То есть, грубо говоря, ну, грубо говоря, что вы от этого получили? От того, что его обесценить. Это ещё нужно будет выяснить. Конечно. Вот. Ну, пока что я бы сказал, что это может быть механизм защиты. Вот. Для чего-то вам нужно человека обесценить, что возьмут. Вот. Ну, и плюс, вот, если личные границы нарушаются, то подполнение защищает, таким образом, от, значит, ну, дальнейшего какого-то сближения. Потому что подполнение, опять же, видит в этом определённую угрозу. Вот. То есть это нужно, ну, на мой взгляд, понимать. Конечно. Дальше. Я не могу будущее с ним представить. Пишите вы. Да? Вот. Вот. Ну, что здесь можно сказать по поводу будущего? Я бы, конечно, сказал бы, что будущее принадлежит только вам. Вот. То есть я бы сказал, что, ну, вы действительно не можете представить будущего с ним. Вот. Потому что будущее есть только у вас. Вот. Ну, то есть, видите, вы демонстрируете здесь, по сути, вот, то, что психология можно... Ну, то, что психология называется слиянием. Слиянием. Вот. То есть вы пытаетесь с человеком слиться воедино, по сути. Вот. Ну, получается, получается, все негативные от этого последствия в виде вот ссор, скандалов, вот, меняющихся отношения к человеку. Вот. То есть, ну, к сожалению, это вот неизбежность. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Второе. То есть так оно бывает всегда. Когда мы сталкиваемся с подобным явлением. Вот. Вот. При условии, если человеку стопроцентно некомфортно в этом состоянии. Ну, судя по вашей реакции, несмотря на то, что жить по-другому, может быть, вы и не умеете, вот. Ну, вам, на мой взгляд, все-таки некомфортно. Раньше бы вы вот не испытывали всего того, что испытываете, во-первых. А во-вторых, вы бы, ну, наверное, не написали бы на наше, ну, на наш стад. Вот. Как я думал. Понятно, что это мои догадки в данном случае. Дальше. Уходить опять боюсь. Да и не знаю куда. Вдруг во мне что-то не так. Ну, здесь вы проявляете, значит, опять же, обоценивание собственное. Вдруг во мне что-то не так. То есть, вы себя не принимаете. Боитесь уходить, да и не знаете куда. Вот это вот как раз история про то, что своего собственного, собственного жизненного пути вас как будто бы нет. То есть, ну, он не бросал. Вот. И, конечно, да, в этом случае вы будете, ну, держаться за человека, да. В этом случае, конечно, вы будете пытаться, ну, цепляться за него. И, конечно, что особенно важно, это то, что мужчина, ну, скорее всего, будет знать, что никуда вы от него не денетесь. Вот. Что он, ну, как бы, как бы, как бы, все равно будет важным для вас. Вот. То есть, вот. То есть, вот, у вас это не смущает. Само, что вы не знаете куда вам уходить. При том, при том, что, в общем-то, вы куда-то съезжали от него уже. Вот. То есть, ну, вы съезжали от него куда-то. Вот. То есть, вот. Куда-то, куда-то, куда-то же вы съезжали. Понимаете, да? Ну, вот. Поэтому на это нужно обратить внимание. Боюсь уходить, вдруг буду жалеть всю жизнь. Ага. О чём? О чём вы будете жалеть всю жизнь? Ну, а чём конкретно? Вот. Только давайте в контексте себя посмотрим, не в контексте другого. Головой не хочу с ним, а вот сердце как будто держит. Ну, опять же, что здесь есть сердце? То есть, что такое сердце? Ну, в данном случае, что такое сердце? Это чувство. Вот. Это чувство ваше. Что за чувство ваше держит? Вот. Можете её увидеть. Это любовь? Ну, про любовь вы не сказали ни слова. То есть, я сомневаюсь. По крайней мере, вот. Когда вы об этом говорите, да, пишите, я сомневаюсь, что это любовь, потому что очень похожа, но больше похожа на созависимость. Вот. Так что это за чувство, которое вас держит? Понимаете? То, что вы говорите про сердце, свидетельствует о том, что вы, ну, не привыкли в себе как-то разбираться, не привыкли как-то замечать свои переживания. Вот. Поэтому вам проще сказать, значит, что сердце, вот. сердце, это, на самом деле, ни о чём не говорит. Вот. Поэтому и нужен психолог, чтобы вам помочь. Дальше. Жалко его немного. Вроде он очень много для меня сделал. Но, жалость, это, опять же, способ возвыситься. Способ возвыситься над человеком. Плохо мне очень. От чего не жива я какая-то. Думаю постоянно о чём-то. Помогите. А в чём вам помочь? Какую проблему вы хотите решить? На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии.